Зубы у вас. Ирина Петровна, во-первых, вот вы в начале вашего замечательного интереса, действительно, такого будящего мысли обзора, вы вот начали относительно трех текстов, да, так сказать, ну и известно. Малая... Вы меня слышите? Да, да, слышите. Малая, большая, это Суххавати Вьюха и, собственно, Гитая Диана Сутра. Вы как-нибудь их вообще стратифицируете? Вы как... У вас есть какой-то... Вы, конечно, у вас про другое доклад, тема ваша другая. Но вы как-то... У вас есть какие-то, может быть, мнения или гипотезы, или идеи насчет того, там, что раньше, что позже, где, как это возникло? То есть у вас какие-то есть относительные соображения? Нет, вы знаете, что я... Да, не решил просто-напросто что-либо предполагать по этому поводу, потому что, честно говоря, я самими с утрами-то не занималась, временем вокруг их тоже не занималась, и, честно говоря, пользовалась не столько тиберскими текстами, вот, когда работала над танкой, сколько теми переводами, которые, вот, были выполнены Максом Мюллером, а потом переезды на Японию, потому что, как это называется, мое непрофессиональное пользование компьютером не всегда мне позволяет воспользоваться возможностями, предоставляемыми интернетом, потому что есть совершенно действительно такой сайт, созданный тибетцами, вкупе, кажется, с американцами, где практически есть доступ ко всем текстам канона. Есть еще совершенно замечательная такая программа, которая по фрагментам позволяет восстановить цитаты из этого канона, но, к сожалению, пока не обладела. Ну, то есть у вас каких-либо историколитературных, или там историка, ну, в общем, у вас нет таких соображений. Потому что, ну, я бы хотел обратить внимание, есть статья Грегори Шопена, я только не помню, какого года, ну, какого-то года. Сукхавати как генерализованный, as a generalized religious ideal. Он говорит о том, что Сукхавати, она возникает в индийском буддизме еще, да, она возникает как просто такая хорошая, прекрасная, замечательная земля, да, которая состоит с разными буддами, и с Акшопхи, и еще с кем-то, и с Адзамбавой. И в истории индийской литературы, она, собственно говоря, с Амитамбхой, она связывается-то не очень далеко не сразу. Есть такие разработки Шопена, да? Я просто хотела бы вам сказать, скажу, и опять же, мне эта книжка недоступна. В 12-м году, в 12-м году она была подготовлена, а в 14-м году в Гонолулу, в Гонолулу, да, вот в университете Гонолулу, вышел том, который посвящен именам Адзамбхе. То есть, во-первых, значит, история возникновения, вот, культа и всего остального. Вторая, это первая часть. Вторая часть, это, значит, формирование блоков текстов, связанных с Адзамбхой. И третья часть, вот, чрезвычайно важно, ну, скажем, даже вот в контексте этого доклада, это то, насколько, скажем, образ, ну, то есть, иконографический образ суховатик связан или имеет отношение к текстам. И в киберской традиции. Ну, вот, к сожалению, это исследование, оно не представлено в электронном варианте в интернете. А, конечно, Гонолулу, я хочу вам сказать, конечно, что это замечательно, но, к сожалению, пока недоступный вариант. Ну, может, вам будет тоже интересно. Я делал здесь доклад в 2014-м году, и я намерен, я не знаю, вы слышали или не слышали, и я намерен это непременно напечатать в ближайшее время. Я считаю, что я просто доказал, но если не доказал, то, в общем, у меня есть очень существенные аргументы, в пользу того, что малая суховатия вьюха основана на махаванству, на описание царской столицы в махаванстве, которое два раза повторяется, столица отца Дипанкара и столица отца Шакиму. Вот. Основана на махаванству в дошедшем на нас виде. Те, кто писали «Малую суховатию вьюху», они вот буквально перед ней лежала книжка махаваста, ну, почти так, да, то есть там такой, это заимствование носит такой близкий характер, что можно сказать дошедшим 20 лет. Может, это такой, пока это только мои собственные... Ну, вы знаете, вполне вероятно, ну, просто действительно, когда вы это сделаете, это будет чрезвычайно интересным и полезным, главное, делом. Я в качестве. Ну, вот это касается... Это касается замечаний. А вот вопрос. Да. Вы говорите о текстах, да, и вы говорите вот об этих изображениях, но, как бы, что лежит за каждым из этих изображений? Ну, понятно, что если тертон нарисовал... Тут сведение тертона, то это вот его терма, да? Это бы ясно, что, как видите, лежит. Это вот его... То, что он открыл, выкатывал. А вот те другие, как бы, вряд ли они брали сутру прямо сутру рисовали, да? То есть, наверное, существовали какие-то садханы, не садханы, или кинографические пособия, или что-нибудь такое. То есть, должен быть такой текст, который лежит вот прямо за... За этой танкой. Ну, во всяком случае, скажем, вот что касается школы Ниндма и Нюрдорджи, вот в основе его видения, да, вот, вот он видел, дизионерская вещь, да? Завиксированная, и вот дальше я не понимаю, он в устном виде или в письменном, хотя собрались сочинения его какое-то осталось, передал это своему учителю. Так что это, вот, сам образ создавался уже со слов, вот, через третье лицо. Насколько это соотносится с тем, что он на самом деле увидел, с тем, что на самом деле прочитал или услышал его учитель, и с тем, что создал, вот, возникло и появилось это танк, это трудно сказать. Что касается самого вот этого процесса тибетского, ну, я не знаю, наверное, будут ругаться или как-то так к этому, может быть, негативно отнесутся, но, тем не менее, я хотела бы обратить внимание, что вот в истории, скажем, комплектования коллекции танок в музее Ханенков были представлены те материалы, которые собирали, вот, украинские священники, которые вели проповедь или служили в Бурятии. И вот, например, скажем, один из них, имя очень хорошо известно в российской истории, Матес, архиепископ Волынский и Житомирский, он, вот, то, что называется, как он сказал, он просто в описании, он писал, что ему в руке, наверное, попалось что-то вроде, к сожалению, это не сохранилось, а то, что по описанию можно восстановить, да, попалось, вот, 300 вулханов. И он пишет, да, вот эти листочки, что очень напоминает наши святости. Вы понимаете, как? То есть, с одной стороны, абсолютно точно изображение, да, с другой стороны, вот эти самые, на мантру приведенные, если брать полное такое издание, разница между, скажем, православными святцами и этим самым, вот, теми остальными бурханами и подобными изображениями в том, что святцам указывается еще дата помитования, да? Да, да. В отличие от, а тут нет, да, но есть, это один блок, то есть изобразительный, а еще письменный текст, вот так называемые, как они называются, подженики. Да, да. Да, вот эти подженики же, они толковые подженики, да, они ведь, это один уровень, да, толкование какого-то конкретного образа, и к нему там соответствующие комментарии, и лицевые подженики, те, которые связаны с описанием и всего остального, что со всем этим связано. Ну, я не знаю, по функциональному назначению, я не вижу, но на формальном уровне, да? Да, да. Вряд ли, скажем, это чем-то отличается от садгана, если уже на то пошло. Цели разные, да? Да, цели разные, но структура, структура и функция... А там, да, вот в такой-то руке, то-то держать, там-то, коза такая-то, цвет такой-то и все остальное. Ну, вот, поэтому, если... А, еще больше даже там, но про это говорил Юрий Николаевич, соответственно, когда он писал свою эту книжку про вот такие параллели меж христианством, соответственно, и православной традицией, и тибетской традицией. Даже ведь вот способы переноса изображения, вот эти самые матрицы, да, они тоже одинаковые. То есть, во-первых, значит, ну, то, что называется резцом, да, вот, проводилось соответствующее какое-то изображение, которое переносилось, и посыпалось, соответственно, угольной пылью. А когда снимался этот самый вот шаблон, там находилось то изображение, которое воспроизводилось. Причем, значит, вот в православной традиции это, ну, как вам сказать, единственный такой вот перевод я видела только в русском музее, так образ Святого Николая таким переводился, фрагмент сохранился. А в тибетской традиции это достаточно четко, подробно, много описано. Поэтому, ну, как вам сказать, вот шаг влево, шаг в право... Как это, как это... Как это... Да-да-да, и прыжок на месте, Бабрит Экбексов. Никто по своей природе художник, который пишет, он со мной этой стороны, конечно, имеет в виду вот идеальный вариант, да, но когда он пишет, он же свободен. Свободен. Он видит по икриному цвет. И причем, значит, опять же, если брать те же самые саданы, то в саданах расписаны какие цвета. То есть, ну, в каком смысле они расписаны? Они переданы через сравнение. Понимаете, как там? Вот красный, например, оттенки белого цвета. Они же потрясающие просто-напросто. И когда художник подпишет, он же... То есть, здесь, как всегда, существует разрыв между зрительным образом, вербальным образом и целью, которую преследуются. Ну, и так мне, по крайней мере, кажется. Спасибо. Ну, и еще я хотел бы уточнить. Вот, кстати, витурит, может быть. Сагару Кадгату, вот наша земля, да, нашему Дакшетру, вообще-то говоря. Вот. Это все-таки не мир страданий. Сагар — это от ведического земля. Сколько я знаю, ну, по крайней мере, Эджертон возводит сагар, вот это самое, к ведийскому слову. Земля, почва, просто... Я ничего не понял. Какого слова? Сагар. А, сагар. Вот еще две. Вот Эджертон возводит это вот... Это никакой не вместерок Кадгату, ничего такого. Это именно, ну, вот, ему кажется наиболее вероятным, и Мин Бахадур Шакия покойник тоже был согласен с этим, что сагар, сагару Кадгату, это земля, почва. Вот еще введийский образ. Ну, как раз, как она, и получается, без страданий. Земля страданий. Большое вам спасибо. Счера дякую вам. Спасибо.